Всем привет! 29 мая. Погодка у нас снова провалилась, но восстановилась быстро. Очень суперская вода уже нагревается. Это мы прямо в центре Адлера. Сейчас камеру переключу. Это у нас пляж рядом с санаторием Южное взморье. Здесь вот такая вот галька. Очень комфортная. Все детство ходили мы с семьей на этот пляж. Очень круто рекомендую. Здесь маленькая вот речка течет, но это так мелочи. Галька и небольшая, и не мелкая, к ногам не липнет, а около воды вообще такая прям чуть крупнее гороха. Круто. Купается мало людей, конечно. И с другой стороны два человека. Вода холодненькая, плюс такой ветерок дует. Тоже прохладненький, не сильно комфортно пока. А там дальше даже есть песчаный пляж. Вот первый получается у нас песок. Около воды. Галька с песком. Катаются на сабах. В такую волну, стоя плыть на сабе, не прям очень так и легко. Равновесие надо уметь держать на нем. Тут вот гостишки, столовая, экскурсии в Абхазию. Через недельку съездим, наверное, в Абхазию. Освежим. Новый видосик снимем. Что-то новое попробуем посетить. Самолетов в этом году, конечно, прям масса. Получается, аэропорт Сочи работает. Остальные южные все закрыты. И прям один за одним, одним за одним. Постоянно они летают. Также еще написали в новостях, что аэропорт будет служить таким транспортным хабом для тех людей, которые хотят отправиться в сторону Крыма, Анапы. В ту сторону, получается, там же аэропорты закрыты. И здесь будут прям специальные железнодорожные рейсы, автобусные рейсы созданы в ту сторону. Люди будут приезжать и сразу пересаживаться и дальше. Такое время для пенсионеров и для семей с детьми. Не жарко. Людей немного. Вообще супер. Да уже людей прям достаточно много. В принципе, ну, летом здесь, наверное, раз в 10 побольше. Ну, так вот, если посмотреть, создается эффект толпы. Пляж Чайка называется этот пляж. Так, для тех, кто захочет посетить, погуглить, вот написано Чайка. Такой катер для экскурсий. Напомню, сегодня 29 мая, 2002 год, Адлер. Идем по набережной вдоль пляжа Чайка. Здесь еще не закончили ремонтные работы. Кстати, вот пляж Чайка. Здесь была полная разруха. Здесь стоял старый рыбозавод, разрушенный еще советский. Очень долгое время он стоял, наверное, лет 20-30. И в этом году здесь полную перестройку провели. Какие-то здания, наверное, гостиничный комплекс очередной. Ну, в общем и целом, полная реконструкция. Все новенькое, красивенькое, брусчатка. Жизнь на этом пляже будет такая прям совершенно новая. Потому что здесь людей было так не сильно много. Потому что стройка, разруха была. А теперь здесь прям будет красотень. А вот как дядька далеко заплыл. Почти до куйки. В холодной этой воде. Чуть дальше проходим, и пляж Чайка плавно перетекает в пляж Маяк. Он уже более такой людный. Видно. Улица, потому что более проходная, приходит к этому пляжу. Люди далеко по солнцу не идут. Спустились сразу на пляж. И все. Вот получается последний пляж. И дальше уже Маяк. А пляж Маяк, потому что здесь есть Маяк. Вот он много виден отсюда. Под ним ресторан Маяк и пляж Маяк. Через неделю, как правило, заезд. В начале каждого месяца, где-то в районе 5-го числа, заезд идет. Вот отпускники приезжают, и потоки идут на пляж. Вот так вот спасательные вышки обозначают погоду, разрешение на купание влагом. Не так давно, кстати, только спасательные вышки начали появляться. Раньше их не было. Было дозволено все, в любую погоду. А теперь в шторм на пляж не выпустят. Здесь проходы закрывают. А также ночное купание тоже запрещено. Закрывают выходы на пляжи. Потому что спасателя нет, купаться нельзя. Вот, это уже пляж Маяк. Здесь тоже галька. Очень комфортная галька. Так вот выглядит пляж изнутри. Пляж Маяк. Шезлонги, зонтики. Естественно, все не бесплатно. Шезлонг стоит, наверное, рублей 300. Бунгало в том году 2, 3, 4 тысячи стоило. Такие цены совсем не смешные. Наверное, даже смешные наоборот. Вот так вот. Центральный Адлерский причал. Сейчас он закрыт. Раньше он был доступный. На нем купались, прыгали, ловили рыбу с него. А сейчас он закрыт. Уже снимал недавно. Вот хорошую площадку соорудили в этом году на набережной. Вот прям под маяком, можно сказать. Можно в перерывах между купаниями потрясти мышцами. Ну или жарком. Кому как. Позаниматься. Размяться. У рыбака. А вот дошли и до бунгало. Такие вот штуки. Все зашторенные, закрытые. Три матрасик, шезлонг. Можно арендовать жителям, наверное. Вместо гостиницы. Вот тут гостиница с бассейном. А это уже у нас пляж Чайка начинается. Был пляж Чайка, потом маяк, потом опять Чайка. Как-то странно. Такой вот пляж огороженный. Получастный пляж. Не знаю, чему он принадлежит. Но огорожен он забором. И вход платный, чтобы пользоваться инвентарем. Странное какое-то место. Каждый год они его закрывают. Людей прямо достаточно много. Вкусный гад. Палаточки, павильончики. Вот смотрю на эти штуки в фирме. Думаю, ну кто пользуется? Кто этим пользуется? Что это вообще такое? По селфи 360. А вот застроили подиум. Такой айрарий. Для загорания. Ну прям перед причалом Адлер. Такую штуку возвели. Бесто пляжа. Приятный ветерок на фоне жары. Ну, так. Чуть-чуть, если тенек образуется, фансы сядут, уже будет прохладненько. Вот качели здесь уже соорудили. Цивильные раздевалки. Не то, что раньше. Просто железные будки стояли. Хорошие тут уже. Деревянные. Тут даже можно гидрогостюмы взять на прикат. С саппортом, чтобы не замерзнуть совсем. Вернуться живым. Вот так. Позанимали такими подиумами по полпляжа. Не знаю, кому нравится, кому не нравится, но мне совершенно не нравится. Подходим к пляжу Мандарин. Подходите к вам в тир играть. Тир – это самый распространенный аттракцион на набережной. Каждые 50 метров тир. Вечером танцы в кафешках таких. Музыка живая выходит. Все уже здесь прям застроено. Бунгало, бунгало, зонтики, лежаки. Так это еще не сезон. Будет сезон. Вот эти все лежаки бунгало будут стоять полупустыми. А свободного места просто для того, чтобы с полотенцем прийти, с покрывалом, свободного места там уже вообще будет минимальное количество. Вот опять это 360 селфи. Опять же, куча места занимает. Кому оно надо? Для чего? Пять тир. Спустя 50 метров. Снова вот этот подиум. Уже, наверное, десятый по пути следования. За ним опять шезлонги дорожки. Ну, кому как, конечно, кто предпочитает в таких местах отдыхать, вот таких. На шезлонгах лежать. Ну, как по мне, большинство людей идут на пляж вот так, в дикую, с полотенцем, с покрывалом. Ну, вот сейчас уже к мандарину подходим. Вот, 50-100 метров, еще тир. Ну, здесь прям какой-то VIP-пляж. Шезлонги, другие никак везде. С какими-то накидками, чехлами. Спасательная вышка с баром внизу. Так, хоп, принял и пошел. Пирс вон дальше пристроили. Вот пирс такой, пластиковый, надувной, чтобы плавал. Вот такие дорожки кругом. Змей Горыныч, новое развлечение. Не банан уже, а Змей Горыныч. Ну, прохладно, еще прохладно. Без костюма, прям совсем будет холодно на нем ехать. Ветром все мозги продует. Более-менее самый широкий пляж, который мы прошли. И свободный, хотя та его часть дальняя вся тоже видно, уже тоже забором огорожено. Бунгало там, шезлонгами. Вот вам здесь кое-что доступно. Вот он. Мандарин. Торговый центр под открытым милом. На днях, наверное, Макдональдс в новом формате откроется. KFC здесь. Здесь все не закрывался. Вверху Папа Джонс. Куча других ресторанов. Небрендовых. Сейчас. Друзья, бешеная ватрушка не останавливается. Еще три плюшки у нас на очереди. Сейчас ожидают. Подходите за ним и переворачивайся. О! Четыре. Бешеная ватрушка. Это точно бешеная. Приглашаем вас также на тракторе. Покататься. Он будет отправляться приблизительно через 7-8 минут. У нас там 6 мест у бронирования. А вот супер, наверное, дорогущие апартаменты с видом на море. Прям вот так вот оп! И здесь море. Буквально рукой подать. Апартаменты. Горизонт написано. Комплекс Горизонт. Опаздывают, правда, со сдачей. Интересно. Прям надо загуглить, сколько у них стоит здесь квадратный метр. Тысяч, наверное, 300-400. Все, уходим с пляжа. Попробуем покушать где-нибудь. Куда здесь? Так много людей. До этого не было так много. И вот здесь волейбольная площадка была. Войгольная площадка. И тут снесли. И перенесли. Вот здесь она была. Перенесли ее за ресторан Виноград. С обратной стороны она теперь. Вот сюда сходим. Сыроварня. Рекомендую. Очень классное место. Очень вкусно. Все. Всем пока. Приезжайте, отдыхайте. Не болейте, не чихайте. Всем пока. Дети попросили сходить до реки. Там много чаек. Хотят посмотреть. Заодно пройдемся. Изучим местность. Здесь какие-то грядки. Что-то, видимо, посолили. Здесь можно взять в аренду. Получие средства. Купаться в устье реки запрещено. Но это опасно для жизни на самом деле. Течение сильное. Море унесет. Речка все-таки горная. Как она? Горная. Бурная река. Вот площадка для волейбола. А здесь уже такие прям бунгало для компаний. Матрасы, пуфики. Прям такие достаточно большие. Здесь в устье реки образовался островок небольшой. Река, получается, в море впадает. Слева, справа. И куча чайок. Просто сумасшедшее течение. Как это все выносится в море. Это река Мзым, да? В устье сейчас. Пляж Мандарин. Продолжение следует.